Всем привет! На связи Артем Абрамович и канал FinTech World Press. Сегодня необычное видео. Я представляю вам свой доклад как приглашенного спикера в рамках тренинга Калины Яркиной СМИ Пиар без Б. Там я расскажу о блогах, о сайтах. Именно такая начальная информация для совсем тех людей, которые не знают, что такое блоги сайты, чем они отличаются друг от друга и где их можно, собственно, размещать. Видео я размещаю без купюр, так что не обессудьте. Погнали? Раз, два, три раз. Добрый день, друзья! Давайте проверим наше студийное оборудование. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если меня слышно и те, кто слышит. Я смотрю, что у нас вебинарная комната постепенно наполняется. О, отлично! Пошли быстренько плюсы. Здорово! На связи Калина Яркина. Вот так не успели мы перевернуться сбоку на бок. Пролетела уже еще одна неделя. У нас с вами очередная встреча. Сегодня каст 5. Я смотрю, при настройке вебинарной комнаты у нас не изменили название встречи. Сегодня у нас встреча 5 и тема блог как инструмент самопиара. Сегодня у нас еще один приглашенный спикер Артем Абрамович. Почему именно тема блога? Я проводила как-то опрос в нашем скайп-чате и я спрашивала, что вам интересно, какую тематику раскрыть чуть поглубже. Наряду с прочими темами прозвучала и тема блогинга. Как вести блоги, где, на каких площадках открывать лучше. Может быть это будет блог на ЖЖ или блог на каких-то других площадках. Чем они отличаются друг от друга, какой проще вести, какой сложнее. И самое важное, как в дальнейшем эти блоги можно монетизировать. И сегодня Артем как раз таки раскроет эту тему. Артем Абрамович знает о сайтах, блогах, если не все, то практически все. И поэтому у нас ровно 13.00 и я передаю Артему слово. Артем, я отключаюсь, ты выходишь в эфир и, ребят, слушаем, если есть вопросы, задаем их. Все, я с вами пока прощаюсь. Чуть попозже выйду снова на связь. Добрый день, меня слышно? Поставьте там плюсики или как? У вас примерно происходит вся эта процедура. Ага, вижу, слышно. Давайте знакомиться. Спасибо, Калина, что меня представила. Итак, меня зовут Артем Абрамович и я расскажу вам сегодня про блоги. Причем не только про блоги, а вообще про сайты. Но для начала давайте я расскажу немножко о себе. Итак, я на текущий момент являюсь фрилансером, работаю, что называется, в чистом фрилансе, занимаюсь сайтами и версткой электронных книг. Ну вот как-то так у меня сложилось. До этого я 5 лет, я извиняюсь, до этого я 5 лет работал на артемной станции и 10 лет занимался строительством. Причем там на должностях от прораба до главного инженера. И как-то вот сложились жизненные ситуации так, что я вот пришел во фриланс. Именно к сайтам, к блогам и так далее. И вот последние 3 года почти я занимаюсь именно блогами, сайтами и именно автономной их частью, о чем я расскажу чуть позже. Итак, возвращаясь, это вот про себя, что хотел рассказал. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. И теперь, что касается, собственно, нашей темы, да. Ну так как я по образованию все-таки инженера, и у меня подход всегда такой инженерный, да, там, разложить все по полочкам, какую-то иерархию выстроить. Поэтому начнем мы всегда, начиная я с самого начала, с самых азов. Вы, конечно, это все можете знать, можете не знать, но это, скажем так, лишним не будет. Так, начинаем, да. Что такое сайты, виды, типы, я вот тут нарисовал, тут немножко получился у меня такой цветик-пятицветик. У меня вообще какая-то презентация получилась, такая очень бурашка нового вида, но это ладно. Итак, что касается сайтов. Вот на этом цветике-пятицветике вы можете видеть, что я так укрупнил их. Очень сильно укрупнил, конечно, здесь нету там каких-то поисковых машин, да, там, развлекательных сайтов. Но вот что касается именно близких блогов, то это, конечно, такой укрупненный вариант. Вот, ну и давайте тогда, да, вот разберем более подробно. Значит, что касается первых наших видов сайтов. То есть, если мы будем применять все это дело как, ну, к каким-то материальным вещам, да, то все, в принципе, сайты можно к чему-то привязать. Например, сайты-визитка портфолио, ну, это, соответственно, это вот именно визитка, да. Когда вы даете, у вас там просто написано имя, фамилия, должность и адрес. Это вот как раз тут то же самое, но только в интернете, да, лежит на сайте визитки, может быть там только там название компании и контактные данные. Вот и весь сайт-визитка, но при этом он просто находится вот так вот в электронном виде в интернете. Что касается сайта-портфолио, ну, это, в принципе, та же самая визитка, да, только более развернута. Знаете, как дизайнеры вот делают, когда там приносят, я вот это нарисовал, я вот это нарисовал, архитекторы еще любят так делать. То есть, вот я вот такое вот нарисовал. Причем бывает там же портфолио тоже разное бывает. Бывают именно как кейсами, да, а бывает, то есть, когда расписан каждый проект, вот делали так, задачи стояли так, а бывает просто визитка, вот было так, стало так, вот была задача такая, сделано вот это. Ну и что касается корпоративного сайта, то это, грубо говоря, такая развернутая сайт-визитка. Да, то есть там это просто-напросто, там же самая визитка, только развернута на большие компании. Там, где рассказывается, кто директор, чем он занимается, там, как выглядят фотографии директоров, там какие-то миссии выкладываются, причем, если мы говорим о бэк-энде, да, то есть задней части, задней части вот именно корпоративного сайта, то здесь уже у них там может быть внутренне какая-то что-то типа социальной сети, где они там могут общаться между филиалами. Ну, то есть, грубо говоря, если мы утрировать совсем это дело, то корпоративный сайт – это та же визитка, только вот большого формата. Вот таким вот образом, да, это что касается именно таких представительских сайтов. Теперь поговорим про лендинги и промо-сайты. Да, если мы их опять же привязываем к какому-то материальному виду, то формально это тот же самый флайер какой-то, да, пригласительный на какой-то. Причем, что лендинги, что промо-сайты, на самом деле, это формально, это одно и то же. Это все дело еще сегодня называется одностраничниками. Но, у нас одностраничники, да, которые, например, что-то двигают. Причем, если промо-сайт – это больше под какие-то акции заточено, да, то лендинги, они могут делать все, что угодно. Вы можете с помощью лендингов продавать какой-то конкретный товар, конкретную услугу. Но при этом надо понимать, да, что ни то, ни другое, ни лендинги, ни промо-сайты в вакууме не существует. Это всегда обязательно, они в какое-то мероприятие входят. Ну, например, я не знаю, там проводят, может, часто видели, да, там тоже самые какие-то большие магазины проводят какую-то акцию. И в рамках этой акции они запускают промо-сайт. Или запускают там какой-то лендинг и начинают там лить на него трафик, там покупать рекламу, активно приглашать людей. Ну и, соответственно, так называемо генерировать лиды, как это называют сеошники, да. То есть, ну, формально, если мы говорим вот просто так вот сильно приземленный, то это тот же самый флайер там пригласительный и так далее. То есть это вот ничего такого. Ну, я говорю, вот именно ничем таким особым от флайера бумажного не отличает. Поехали дальше. Порталы, информационные, новостные сайты. Ну, это понятно, да, это реальная газета. То есть они чем отличаются от всего остального? То есть от визиток, ну, визитка это практически статический сайт, то же самое там корпоративный сайт, там тоже не часто обновляется все это дело. Лендинги, они опять заточены под конкретную задачу. А новостные сайты это именно сайты, где очень часто, очень много и очень подробно именно обновляется информация. То есть новости идут такой лентой, лента идет новостей и очень часто обновляется, так же как, собственно, и газета. То же самое и порталы многие, даже городские какие-то порталы, я думаю, вы видели, да, порталы небольших городов, где там просто лента новостей, какие-то там местные новости какие-то местные акции и так далее проводишь. Ну формально это газета больше ничего в этом нету да там это технически это может быть решено по-разному но именно если подходить с точки зрения описательной, то это простая газета Ну и наконец подбираемся мы к нашим блогам остались у нас только каталоги, интернет-магазины ну я думаю здесь не надо объяснять что это такое, все видели, все пользовались это уже такой, настолько распространенный вариант что мы уже скоро из дома выходить перестанем, будем все через интернет покупать но с точки зрения бумажного носителя, это тот же самый каталог Квейли, каталог Икея еще какие-то каталоги где вы можете полистать, посмотреть всякие товары и в конечном счете купить но к чему я их разделяю потому что бывает, чем они кардинально-то отличаются, каталог это просто перечень продуктов на сайте вы не сможете там произвести онлайн покупку это именно вот конкретное отличие каталога от интернет-магазина то есть в интернет-магазин вы пришли, посмотрели выбрали, приняли решение ну или вас подтолкнули каким-то образом к принятию данного решения и купили в каталоге вы так не сможете сделать, то есть вы выбрали, а там потом заказ связь с менеджером, ну и так далее там более сложный процесс покупки хороший пример вот таких каталогов это вот продажа автозапчастей потому что машин очень много товаров очень много там за 10 тысяч уходит товаров десятки тысяч, а то и сотни тысяч товаров но все это нереально продать через интернет-магазин поэтому и вот они отличаются, соответственно все понятно, да? все хорошо? ничего? вопросов пока никаких нету? потому что мы подбираемся к нашей теме блога более к нашей теме, собственно, презентации и переходим как раз к форумам и блогам но я бы сюда еще отнес социальные сети но сегодня социальные сети это уже такой не просто элемент коммуникации людей да, это еще практически те же самые поисковые машины а вот форум и блоги это как раз то же самое, если мы говорим про бумажный носитель то блоги это просто дневник но он такой публичный дневник, да? который вы можете показать кому-то а форумы если мы говорим ну это, например, знаете, как дети записочки в школе передают по какой-нибудь фигне тему какую-нибудь придумали и записочками там передаются вот это примерно то же самое, что и форумы другого момента, что они могут быть тематическими какими-то, да? например, там форумы поддержки какого-то продукта где там люди задают вопросы разработчики им решают или еще что-то а бывают просто форумы, где люди просто сидят и обсуждают всякую фигню но это опять же элемент коммуникации да, то есть людям надо где-то общаться сегодня общаться в социальных сетях на форумах, в блогах вот вот таким вот такая вот получилась у меня структура опять же, ну естественно, она такая субъективная много я упустил но для понимания, что такое блоги это вполне достаточно сайты, блоги чем отличается блог от сайта в принципе ничем да, блог это частный случай сайта к которому, собственно, и переходим у меня вот получилась такая схема если очень крупнен, такой чебурашка то есть по которой видно, что блоги обувают двух типов автономные и неавтономные автономные, это те, которые как раз на площадках различных расположены там типа ЖЖ и так далее, ну специальные ресурсы со своими там внутренними заморочками а автономные блоги, это которые ну да, чебурашка маис такой а автономные блоги, это как раз именно блоги, которые имеют собственное доменное имя и расположены на собственном хостинге то есть не просто там где-то а именно как раз по конкретному адресу ну и давайте теперь разберем достоинства и недостатки начнем с неавтономных блогов ну честно говоря, я неавтономные блоги никогда не вел но некоторые блоги я читаю да, в некоторых блогерах я читаю многие ведут у меня некоторые, многие клиенты именно с неавтономного блогинга пришли именно как раз по той простой причине почему они переходят в автономку потому что в неавтономных блогах у вас нету полного контроля над вашей, над вашим блогом. Формально это у вас просто вам дали место где-то в интернете, где вы можете писать что-то о себе. У вас нет никакого контроля над внешним видом. Практически нет. Весь в площадке, сейчас дальше разберем, но над внешним видом вашего блога нет практически никакого контроля. Нет контроля практически над вашим текстом. Вы можете написать что-то, а вас за это дело забанят. То есть, над вашими текстами нет. Во-вторых, это довольно длинные домены, так называемые, получаются домены третьего уровня. Например, когда вы разворачиваете блог в ЖЖ, вы получаете адрес там, не знаю, там, маша. lovejournal.com. Вот это как раз есть домен третьего уровня. Длинный домен, ну, я не думаю, что это будет красиво смотреться на визитке, когда вы подаете визитку, да, у вас там такой длиннючий адрес, который никогда и никто не будет забивать в строку браузера. Потому что, хотя бы просто потому, что не запомнит его. Но, кстати, к названиям домена мы еще вернемся. И третье, еще такой момент, часто на сторонних площадках появляется реклама. Да, ну, допустим, как это может быть? Вы, например, написали какой-то пост, пост начинает вылезать в поисковых системах, да, они его проиндексировали. И он начинает вылезать где-то. Значит, владельцы этого ресурса смотрят, что да, классный пост, ребята. А давайте мы на него рекламу повесим. Ну, то есть, там пост, например, описывает какую-то там продукт какой-то, они берут, вешают эту рекламу и получают с этого деньги. То есть, не вы деньги получаете, а владельцы ресурса. Ну, такой сложный момент в этом плане, да. Поэтому, ну, говорю, главный недостаток всех неавтономных блогов, это то, что вы ничего не контролируете практически. Вы контролируете только то, что вы пишете, то, что вы выкладываете. Со стороны технической части вы вообще ничего контролировать не можете. Если, у меня, например, был момент, когда ко мне обращались люди, которым надо было, ну, вот что-то разместить, какой-то, то ли книгу какую-то электронную, я вот сейчас не помню. А они не могли ее сделать именно как раз из-за того, что не позволяла площадка, то есть, у них просто запрещено правилами и все. И поэтому, ну, не нравится мне. Хотя, с другой стороны, есть и некоторые плюсы, да. То есть, во-первых, это бесплатно, то есть, ну, зарегистрировались на площадке и начинайте писать, да. То есть, там, ничего, не надо владеть какими-то особыми знаниями, только чисто уметь зарегистрировать свою электронную почту и так далее. Ну, и простота, соответственно, да. Если там вы ничего не делаете, то вы только пишете. Постите себе и постите. Ну, конечно, и большой плюс всех этих площадок, это там огромные сообщества. Я вот, например, знаю, то есть, я хоть сам не вел, но я часто общался с блогерами, да. Я знаю, что там, например, очень быстро можно раскрутиться в том же ЖЖ. То есть, там есть так называемая френдленда, и вы там начинаете постить, начинаете френдиться, и у вас там буквально там через 2-3 недели после вашего открытия блога может быть, там, тысячи читателей. Это да, тем более, если у вас какая-то такая узкотематическая тема. Извиняюсь, а вы не просто так ведете обо всем потихонечку. Это вот, что касается неавтономных блогов, теперь какие площадки у них бывают. Но, я думаю, площадок вообще, их, конечно, великое множество. Там что-то я насчитал порядка там, что-то там под 50 штук. Но вот базовые, я вот выделил бы такие, которые вот в Рунете очень сильно используются. Ну, наверное, начну слева направо, как положено. WordPress.com это площадка именно блоговая, той самой системы WordPress, на которой можно развернуть и автономный сайт. Это я чуть позже расскажу. Но вот как раз вот эта площадка WordPress.com, она чем отличается, там вы можете уже выбирать внешний вид вашего сайта. А так, в принципе, да, в принципе, там тоже самое WordPress, но вам там запрещено вообще, в принципе, все делать, вы можете там только постить. Размещать статьи, размещать какие-то картинки. Но, например, если вы захотите собственное видео, да, не через YouTube разместить на странице, у вас это не получится, потому что у вас нету доступа к хостингу. блогер.com это площадка Google, ну, это такая там дочернее предприятие, она еще называется blogpost.com. У вас и адрес будет, например, там, вася.blogger, то есть blogpost.com. Love Journal, я думаю, объяснять не надо. Это всем известная площадка, на которой располагаются там многие блогеры, писатели, даже политики. Но из всех этих блогеров я, по-моему, читаю только троих. И там Лебедева, Акунина и Ниумал. Но чем мне вообще не нравится, вот, например, благохостинги, да, вот, чем они меня конкретно не привлекают, я не понимаю, какой человек. Я захожу на сайт, ну, да, если я знаю, что это там блог Артемия Лебедева, то это мне понятно. А если я захожу на какой-то вообще чужой блог, ну, я ничего не могу прочитать про человека, личности там нет. Там какая-то непонятная аббревиатурка идет в названии, да, а о чем, кто он, чего он, как зовут по нормальной схеме, то есть вот это непонятно. Вот это меня тоже периодически вымораживает на таких благохостингах. И вот это мне сильно не нравится. Ну, что-то я отвлекся, давайте вернемся к нашим благохостингам. Есть еще такой Live Internet, это то, что называется «Наш ответ Live Journal», да, он там развернулся 10 лет назад, но это именно Рунетовская площадка. Это для Рунета сделано, но там как-то с внешним видом совсем все плохо. Я заходил несколько раз, ну, автономные блогеры знают, что там с Live Internet можно получать какую-то статистику просмотров сайта, но при этом блоги там какие-то абсолютно кривые. Непонятная система комментирования, как-то все оформление какое-то кривое, читать статьи вообще невозможно. Но я думаю, тем, кто привык например на ней размещаться, оно может быть и удобно. А для меня, например, я захожу на нее, но я вообще ничего не разбираю. Интерфейс абсолютно, знаете, как говорится, интуитивно понятный интерфейс. Так вот, в Live Internet он абсолютно неинтуитивно понятный. Приходится довольно долго сидеть и разбираться. Ну, еще бы я одну площадку выделил, это vix.com, но это не совсем блоговая площадка, это такой, я бы сказал, конструктор сайтов. В принципе, на этой площадке любой сайт, но опять же у вас будет реклама, над которой вы не властны, которую размещают по своему усмотрению сами владельцы хостинга. Вы не сможете что-то, какие-то там нюансы разместить, разместить там свой какой-то специальный контент, который, например, с хостинга у вас должен загружаться. Но это такой конструктор, да, на нем тоже разворачивают много блогов. Я знаю, что на vix.com разворачивают, очень часто используют именно как портфолио, как визитки делают, просто потому, что там именно такой очень удобный в плане оформления, да, там есть всякие слайдеры, картинки всплывающие, то есть вот фотографы многие и художники на нем разворачивают портфолио. Ну, тоже просто потому, что там это очень удобно, бесплатно, да, вы там зарегистрировались и получили какие-то ресурсы. Но опять же, если мы говорим про блок хостинги, да, бесплатно-то они бесплатные, но на любом из них вы можете за определенную сумму денег вы получите там в принципе те же самые, там например, домен второго уровня, короткий домен или какие-то там ресурсы хостинга вам могут выделить. Правда там деньги какие-то уже совсем серьезные. То есть, ну я например, на wordpress.com у них там расширение какое-то там базовое, да, там у них стоит 100 долларов в месяц. На vix.com тоже там какие-то порядок цифр вот такой вот. Но 100 долларов это вот несопоставимая цифра, с тем, что вы можете потратить, чтобы развернуть автономный блог. Ну вот как раз вот мы, Коля, подошли к автономным блогам, давайте на них и перейдем. Ну, автономные блоги это как раз одни большие плюсы. У них, ну по крайней мере, я нашел только два недостатка, которые могут конечно как-то там у вас ввести сомнения и не требовать. То есть, два недостатка это деньги, да, то есть, это все платно и требуются действительно какие-то технические навыки. Но опять же, про какие деньги мы говорим? То есть, чтобы вам там получить какие-то дополнительные ресурсы на тот же самый wordpress.com вам потребуется 100 долларов в месяц. А чтобы развернуть, например, сайт какой-то простой на том же самом просто вордпрессе, да, на самой системе управления, вам потребуется порядка 200 рублей. Ну, то есть, там 100 рублей домен и там 150-250 рублей, да, и 150 рублей хостинг. Более-менее приличный. Ну, я думаю, что это абсолютно несопоставимые цифры 100 долларов и 250 рублей в месяц. Причем домен стоит 100 долларов в год, да, то есть, это получается еще меньше, там, что-то порядка 160 рублей в месяц вы будете тратить на домен. Ну, и технические навыки тоже решаются элементарно. Как, собственно, решила это Калина, да, то есть, идем на фриланс или стучимся ко мне, обговариваем все и у вас через какое-то время получается нормальный автономный блог, в котором вы просто постите, размещаете картинки, видео и так далее. Но при этом вы получаете все достоинства автономных блогов, то есть, это короткий домен, да, например, как будет выглядеть лучше, да, биссезон.ру, вот блок Калины, или, например, биссезон.lifejournal.ру на визитке, по-моему, первый вариант будет лучше, да, выглядеть. Но опять же, полный контроль, то есть, вы что хотите с вами-то и делаете, можете создать любой дизайн, хотите буквы такие, хотите картинки всякие, ну и, конечно, такая имиджевая составляющая здесь немаловажную роль играет. То есть, если вы занимаетесь каким-то серьезным бизнесом, у вас какие-то там большие, серьезные, корпоративные клиенты, то они так, это я по собственному опыту знаю, что они смотрят на блоге на каких-то площадках сторонних, довольно косо так. То есть, ну да, есть там какой-то блог, ну, чертки знает, чего, но вот когда у вас там автономный блог, вы же можете назвать это не блог, а сайт, вот у меня есть сайт, где вы можете почитать статьи обо мне. То есть, это немаловажный такой фактор. И что касается, как мы разворачиваем автономные блоги, буквально 10 лет назад, чтобы развернуть какой-то сайт, в принципе, любой сайт, требовалось недюжинное знание технической части разных языков, программирования, там, каких-то специальных терминов. Ну вот, буквально 10 лет назад появилось такое, скажем так, определение, как система управления контентом. То есть, это такая система, которая позволяет пользователю удобно управлять сайтом. Я, например, знаю, по крайней мере, я видел, как это происходит, да, то есть, есть даже лендинги, на которых пишут, специально люди заказывают, специальную такую микро-админку, да, где можно, вы заходите туда, и вы можете поменять, там, картинку поменять, например, там, тексты какие-то поменять, заголовки поменять, местами поменять их как-то. Но вот это как раз вот такая вот админка, это и называется система управления контентом. То есть, то, что позволяет простому пользователю без знаний каких-то специальных технических знаний спокойно управлять сайтом. И сегодня таких систем придумано великое множество. Это я вот четыре выделил бесплатных, да, на самом деле их там десятки, чуть ли не сотни, начиная там с 1S Bittrex, которая стоит ту его кучу денег, но при этом я не уверен, что она лучше каких-то неких бесплатных платформ, ну и вплоть до бесплатных. Таких, как вот я показал WordPress, Joomla, Modx, Drupal. Но, опять же, рассказывать я про них всех не буду, потому что, во-первых, я с ними никогда не работал, во-вторых, на заре своего, скажем так, прикода во фриланс, я решил, что смысла мне распаляться на какие-то там другие вещи, да, нету, и поэтому я специализируюсь на WordPress, именно на автономном части WordPress, больно уж система такая, скажем так, гибкая, я бы даже назвал не просто системой, а экосистемой такой большой. Да, ну вот просто один факт про WordPress. Сегодня, в 2015 году, 25% всех сайтов в интернете, всех абсолютно сайтов в интернете работают на системе WordPress. То есть, если в цифрах мы говорим, это порядка там что-то 80 миллиардов, 80 миллионов сайтов. То есть, я думаю, такая основательная цифра, и поэтому я не стал даже распаляться на всякие там жюри, модыкс, потому что кроме того, что это вот такая вот очень известная система, во-вторых, у нее очень, скажем так, такое дружелюбное комьюнити, как это называется, да, то есть, вы всегда можете найти человека, очень много специалистов, которые специализируются на WordPress, очень много информации в интернете о нем, причем не только в англоязычном, да, сейчас и в русскоязычном вы можете найти массу информации, которая вам поможет как-то решить ваши проблемы с этим делом. Но опять же, очень много специалистов именно по WordPress, если вы будете искать, например, там под Рупалу, но не уверены, что вы сразу найдете, да, а если вы на том же самом, на ту же самую Workzilla придете и скажете, что мне нужно сделать сайт на WordPress, у вас будет два десятка претендентов, среди которых вы сможете выбирать, потому что очень, скажем так, она даже в освоении очень простая, именно вот простым пользователям, то есть, на самом деле, там интерфейс настолько простой, что нет ничего сложнее, чем, например, управлять тем же самым Word, да, вы же в Word тоже там пришли, не сразу же научились, но при этом все почему-то им пользуются, извиняюсь, поэтому, ну, очень простая система в освоении, да, но опять же, повторюсь, огромное количество фрилансеров, которые вам могут настроить, даже докрутить какой-то специальный функционал, который вам требуется, вот, ну, и вот это вот все, что я хотел сказать про блоги, единственное, что, то есть, я сидел, думал, решил, что надо все-таки рассказать немножко про сами блоги, я знаю, что Калина вам давала, да, о том, как вести их, так вот, если мы говорим, опять же, про иерархию блогов, то есть, автономные, не автономные, на самом деле, без разницы, как вы будете, где, на какой площадке вы их будете разворачивать, самое главное в блоге, как вы его будете вести, да, я бы еще блоги разделил по целям, для которых они нужны, да, но опять же, если мы, то есть, это все так, настолько субъективно, и все эти цели, они, конечно, должны, так, скажем так, таким словом, компилироваться между собой, да, но вот я разбил их на три вида, вот брендинг, личность и тематика, то есть, вот, например, хороший пример, это блог Калины Яркиной, без сезон.ру, да, то есть, это как раз пример блога, когда человек уже известен, у него уже есть какой-то бренд, да, его уже знают, узнают, и, соответственно, она в основном пишет, например, ну, там, о том, какие акции проводились, да, то есть, в рамках своей тематики, она начинает сама пиар, да, то есть, и показывает себя, как она вела в тех или иных ситуациях, то есть, ну, другой момент, например, если вы только-только, ну, например, да, вас в вашем городе знают, да, как специалиста, а, например, в интернете еще никто не знает, но вы хотите как-то все это дело привлечь, аудиторию с интернета, клиентов, и вы начинаете вести блог, да, и, соответственно, у вас здесь, вы же не будете вести блог, обо всем, да, поэтому здесь как раз уже включаются именно все вот эти факторы, на блоге надо показать, какая вы как личность, да, надо показать, что вы умеете, надо рассказать в рамках тематики, что-то дать какой-то интересный контент, и вот все вот в таком плане, то есть, это все должно компилироваться, это все должно так использоваться, скажем так, как это правильно назвать-то, то есть, в равных долях, может быть, или не в равных, кстати, например, тот же самый, то есть, вы можете писать только о себе, но опять же, мы же говорим про интернет, да, а люди приходят в интернет только за двумя вещами, то есть, или решить свою проблему, или развлечься, больше они в интернет ни за чем не ходят, соответственно, если вы им дадите решение их проблем, то они уже будут к вам идти, и не только с интернета, и опять же, здесь включится сарафанное радио, это я могу сказать абсолютно на собственном опыте, да, например, если мы говорим про Калину, ведущую всех ваших тренингов, то как раз вот мы начали с ней работать, и через нее я там буквально еще несколько клиентов смог помочь нескольким клиентам, то есть, это все взаимосвязано, и что касается именно ведения блога, то у меня получилось, ну, такие, несколько факторов, их, конечно, не шесть, это я просто оформил как шесть, на самом деле их можно больше, гораздо, но это вот такие основные, базовые, да, если мы будем разбирать, то на блоге вы должны показать, что вы эксперт, да, нельзя просто так открыть блог, не, ну, конечно, в принципе можно, да, вы можете открыть ЖЖ блог и писать там обо всякой фигне, то есть, как вы съели котлетку, как вы, не знаю, там, сходили в магазин, что купили, да, кто-то вас, наверное, будет читать, но, как эксперту, вам в качестве брендинга, в качестве само-пиара, вам это не поможет, а вот если вы, например, там, напишите десяток статей, каких-то полезных, то, и потом будете рассказывать о себе, да, что вы там съездили туда-то, съездили сюда-то, то вот это уже будет как раз, именно тот самый фактор, когда принимается личность, когда видна личность человека, и люди начинают, тут уже включается фактор доверия, да, то есть, люди начинают вам доверять, они видят, что вы живой человек, но при этом вы не просто живой человек, то есть, вы эксперт, вы компетентны в тех вопросах, про которые рассказываете на своем блоге, да, ну, например, вот что касается именно компетенции, да, я могу привести свой пример, у меня есть два блога на сегодня, артабр.ру и впрус.ру, оба они тематические, но вот артабр.ру, я начинал как раз там, с самого начала я его веду, и два года назад я написал там статью про книги с перелистыванием, и написал именно вот, ну, я просто знаю, я это умею, я это люблю, мне нравится возиться с текстами, с книжками такими электронными, я просто рассказал, как это можно сделать, и с тех пор, просто-напросто, люди мне пишут в социальных сетях, по скайпу со мной соединяются, на электронку пишут, спрашивают, некоторые из этих людей становятся моими клиентами, да, пару-тройкам людям я сделал такие книжки, потому что им просто некогда было все это дело разворачивать самим, вот. Но это как раз вот то, что касается именно экспертности, да, как только люди понимают, что вы эксперт, они начинают вам доверять. И вот отсюда мы уже плавно идем к следующему пункту, да, ссылки скину чуть попозже, сейчас у меня там откроется, к следующему пункту наших вот правил, да, правильного блога, это актуальность. Блог, это все-таки очень близкая вещь, именно к новостным чему-то, да, даже если вы ведете блог, я не знаю, там про хендмейт, да, про рукоделие, про кулинарию, информация должна быть актуальной, потому что у нас время такое, что очень часто она теряет свою актуальность, или, например, вы написали про что-то одно, да, а это, например, там оно как-то изменилось со временем, и вы про это упустили, и вам на это укажут, да, то есть люди придут, в комментариях напишут, что вы не очень хороший человек, потому что это все делается так, только наоборот, и вы, соответственно, потеряете доверие, то есть следите за своими статьями, следить надо за тематикой, в рамках тематики, следить за статьями, и постоянно их актуализировать, да, то есть если вы написали там, я даже не знаю, что придумать, ну, например, то есть, ну, вот в плане, да, если я говорю про свой блог, картапа.ру, у меня он такой тематический, про PDF, и я всегда писал как-то статью, про конвертирование, вот, про конвертирование PDF, такая вот, у меня такая небольшая статейка, и я ее, вот, написал я ее буквально 3 года назад, и я ее постоянно как-то обновляю, потому что, ну, я, например, добавляю какие-то картинки, добавляю какие-то тексты, меняю местами, да, потому что, во-первых, поисковая система понимает, что статья актуализирована, а во-вторых, просто меняется, то есть я рассказывал тогда про одно, сейчас эти сервисы закрылись, открылись новые, да, то есть вот именно вот в этом актуальность должна проявляться. Следующий момент, это регулярность, то есть мы не забываем, что блоги очень похожи на некоторые периодические издания, да, там какие-то там, вот именно журналы, да, какие-то, и поэтому актуальность очень важна, именно, прошу прощения, не актуальность, регулярность, то есть не надо людей, вы написали, например, вот эта ошибка, как раз, когда ведут люди блоги, которым блоги не нужны именно для, то есть блоги не являются основным инструментом самого пиара, например, та же самая Калина Яркина, да, то есть она пишет туда, но пишет нерегулярно, то есть она написала раз в два месяца статью и все, то есть люди на нее набежали, прочитали, убежали, то есть надо приучать людей к тому, что у вас статьи на сайтах, на блогах, на ваших, будут появляться регулярно, да, там, например, то есть, понятно, что не надо писать, там, каждый день, да, можно, конечно, каждый день писать, но опять же, то есть вы поймите, то есть блок, даже автономный, не автономный блок, не важно, блок, именно как средство коммуникации, это не социальная сеть, то есть не надо, то есть никто не будет читать вот такие короткие какие-то постики, да, как вот, например, ВК, очень интересно дело, цитату какую-то выложили, там, ссылочку на видео дали, так не получится, то есть, во-первых, это из точки зрения социальных сетей, ой, социальных сетей, извиняюсь, поисковых машин, не очень правильно, а с точки зрения простых пользователей, ну да, вы выложили цитату, и что, какую пользу она несет, никакой, человек прочитал, ушел, извиняюсь, поэтому надо людей приучать, что у вас будет регулярно, опять же, ну вот, пример, неавтономного блогинга, так называемого, если мы говорим про YouTube, да, то это, в принципе, площадка, тоже площадка для блогов, можно ее как бы называть, но она там такого видео формата, да, опять же, похолостуюсь, не примите это, как именно холостовство, но у меня есть специальный тематический канал на YouTube, который я развернул для своих клиентов, да, где я там рассказываю, показываю, как правильно делать, как правильно управлять сайтом, как правильно, ну, не знаю, там, то есть, настраивать, настройки какие-то вносить, вот, так вот, именно YouTube сам, и, кстати, поисковые системы сами советуют поставить какую-то регулярность, ну, вот, я, например, я что заметил, когда вот я вот год уже веду канал, да, я вот, например, я выложил один ролик, да, и свалил, ну, бывает, дела у меня какие-то там, замотался, не записал ничего, в итоге люди прибежали, посмотрели, полайкали, убежали, там из этого, там из сотни людей один подписался на канал, ну, хорошо, думаю, радостный такой, ну, значит, люди смотрят, а людей-то в итоге-то, ну, да, они прибежали, убежали, и все, а людей нету, то есть регулярно, аудитория получается не выстраивается, и в итоге я решил, что на канал, что на канал, что блоги, надо какую-то регулярность нести, вот, например, я решил для себя, что я выкладываю два видео в неделю, да, там, например, в среду, в пятницу, все, то есть люди уже привыкают, люди знают, люди мне уже пишут, там, когда будет, как, чего, то есть мы уже с людьми договариваемся, и получается, как раз, именно, такая работа с аудиторией, да, с вашими, может быть, даже, они какие-то будут постоянными клиентами, ну, как правило, там, YouTube немножко другая, аудитория, но, не важно, прошу прощения, так вот, именно, приучите людей, к тому, что у вас статьи на сайтах будут выходить регулярно, это может быть одна статья в месяц, но она должна быть, да, если вы приучите, вы сможете собрать с вашу аудиторию, которая будет вам в итоге, которую потом вы сможете даже монетизировать, но к вопросу монетизации, это мы еще вернемся, значит, следующий у нас пункт, получается, полезность, ну, это вот в социальных сетях, можно написать, да, какую-нибудь ссылочку дали, поржали, убежали, у вас, если даже у вас блок, не автономный, надо людям что-то давать, то есть человек приходит за решением своей проблемы, если вы решили его проблему, он вам скажет спасибо, поставит лайк, и когда-нибудь заплатит даже денег, вот свежий пример насчет полезности, да, вот буквально месяц назад я настраивал один блок, ну, такой, там девушка решила вести блог с красивыми фотками, кулинарный блог, с видео, но при этом она никогда видео не делала, и вот она решила записать видео, нам видео простое, из серии, как засолить огурцы, то есть у нее мама там солила, она видео снимала, и все это выложила в YouTube, так вот конкретный вопрос, да, вот решение проблемы, как засолить огурцы, в итоге у нее там она выложила, через неделю это видео набрало тысячу просмотров на YouTube, и соответственно получила свой трафик с YouTube на ее сайт, на ее блог, который она тоже будет потом впоследствии монетизировать, да, то есть решите, решите проблему людей, и люди вам ответят соответственно каким-то действием, денег заплатят, лайкнут, напишут письмо, порекомендуют, опять же сарафанное радио сыграет, да, и так далее, прошу прощения, так, минуточку, я тут выложу ссылки все, так, видно, видно, ну и канал на YouTube надо, ссылку? Ладно, выложу, а там потом сами смотрите, значит, ладно, возвращаемся к нашим факторам правильного блога, да, есть такой фактор социальность, но я тут немножко неправильно, конечно, его назвал, я бы назвал это коммуникабельно, да, коммуникации, то есть надо общаться со своей аудиторией, надо разговаривать с ней, надо ее как-то даже тролить иногда, может быть, да, то есть это так, надо с людьми общаться, даже я вот буквально вчера смотрел там SEO специалистов, да, то есть сейчас социальные сигналы очень хорошо влияют на развитие блога, именно, ну, автономного, да, мы говорим, потому что не автономный там SEO этот вопрос, продвижение, немножко другая вещь, но именно социальность, я здесь понимаю, именно как коммуникабельность, собирайте свою аудиторию, покажите ей, что вы компетентны, что у вас актуальная информация, вы пишете ее регулярно, и полезно, и тогда вам ваша аудитория вернет все в стройце, я, например, знаю один блог, ну, скажем так, не блог, а блогера, да, мы с ним тесно общаемся, так буквально подружились с блогами, так вот, у него есть отдельный проект, тематический абсолютно проект, там он что-то про финансы как-то пишет, который, вот он, вот он конкретно, да, сделал информационный проект, да, то есть он просто дает полезную информацию, но при этом у него такая настолько живая аудитория, то есть он так смог подать свои статьи, что он так иногда троллит, да, читателей, иногда им вопросы задает, опросы проводит, они, знаю, там, ну, то есть вот эти все журналистские штучки тоже можно использовать, это все замечательно работает на блогах, там какие-то интервью с экспертами, там, не знаю, там репортаж с мастер-класса каких-то, еще там что-то, то есть все это, все это очень хорошо работает именно в блоге и соответственно вы получаете аудиторию, вы увеличиваете коммуникабельность, это вот тоже важный процесс именно введения блога, чего, например, нету, кстати, у Калины, да, то есть статью-то она написала, статья может быть и хорошая, написана правильно, таким, ну, доступным, простым языком, но при этом аудитории-то нету, то есть никто не читает, ну, скажем так, читать-то читают, да, но никакой активности не происходит, комментарии не оставляют, то есть в соцсетях особо не делятся, вот и все, то есть, ну, и последний момент, ну, и скажем так, не крайний, не последний, да, крайний момент из факторов, это гармоничность, даже если вы ведете свой блог где-то в ЖЖ, у вас все должно быть гармонично, то есть не надо, что касается, да, тематических статей, да, там вы выкладываете десяток-десяток полезных статей, а потом что-то раз и ничего не делаете, то есть все должно быть гармонично, что то же самое касается внешнего вида, не надо там какие-то портянки текста выводить, когда там смотришь, и там сплошной текст, без пробелов, без абзацев и без всего, но этого просто, просто потому, что это читать тяжело, никто это читать не будет, то есть тексты должны быть такие поданные легко, правильно, полезно, там с какими-то картинками, с видео, можно даже какие-то подкасты записывать, да, аудио, это тоже сегодня такой тренд некий, когда многие блогеры такие известные записывают подкасты, потом все это на блогах выкладывают, и потом идет такое обсуждение всего этого дела, это вот что касается внешнего вида, но опять же, и все остальное должно быть гармонично, да, то есть у меня, например, на заре, скажем так, моего блогинга, когда я начинал, был такой момент, когда я писал, 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 там статьи какие-то там выдумывал, то есть полезно так все пробивал, там ключевые слова, там со всеми делами, да, а потом меня бац, неделю через три заклинило, то есть я не знаю, что писать, точнее я знаю, что писать, да, тема-то есть, но как писать, у меня что-то заклинило, и все, и я как-то раз так, и как-то что-то растерялся, а потом сел, и вот что-то подумал, и просто написал такую статью ни о чем, просто чтобы вот разбавить все это дело, там немножко личных факторов добавил, да, там какие-то истории из жизни, и пошло-поехало, да, то есть люди увидели, там люди посмотрели, и все это... все это дело как раз так вот начало крутиться, вертеться, и в итоге там, у меня, например, сейчас блок, ну, по крайней мере, такой доход в размере там каких-то несуществительных денег не приносит, конечно, пока, но какие-то там спокойно перекрывать стоимость хостинга домена, вот, вообще без вопросов. Вот, теперь, а что я должен озвучить, Калин? Если я сейчас начну твой блок разбирать, у тебя там много ляпов, на самом-то деле, то есть там, честно говоря, там, ну, ладно тогда, да, вот, ну, это вот что касается ведения блока, да, ну, я не знаю, время-то, ну, время вроде есть еще, давайте расскажу про монетизацию, да, все мы слышали, что можно завести блок и зарабатывать на нем денег, да, можно, но, надо учесть, что, во-первых, это зависит от площадки, во-вторых, есть масса способов, да, как это его монетировать, и в-третьих, это очень длинный процесс, то есть нельзя, вот вы завели блок, да, и вам деньги пошли, нет, так не будет, то есть пока вы как раз не выполните все, все, те шесть факторов, пока вес ваш не наберет, ваше имя не пая, не будет звучать на устах людей, как некий бренд, да, пока не произойдет какой-то процесс само пиара, никаких денег вы не увидите, просто потому, что, во-первых, у вас будет аудитория социальная, с поисковых систем, у вас не будут люди приходить, а вас просто-напросто не узнает никто, да, но при этом, да, монетизировать можно, я вот таких вот три чебурашки выделил, три кружочка, у меня какая-то вся презентация такая в кружочках в этот раз, но существует именно, в принципе, три метода монетизации, именно, именно автономных блогов, да, я говорю именно про автономные блоги, но не автономных блогов, там все гораздо сложнее, там очень сильно все завязано на именно имя, бренд, и даже на то, насколько долго человек ведет именно свой блог, да, и как он его ведет, как он общается с аудиторией, хороший пример в этом плане блог Артемия Лебедева, он там на нем зарабатывает денег, причем такие нормальные, но при этом у него идет чистая баннерная реклама, так называемая, да, он там, например, каждый понедельник говорит, ребята, давайте, я размещаю ваши баннеры, и там размещают два десятка баннеров, каждый баннер там что-то стоит нормальных так денег, чтобы разместиться у него, и эта реклама работает, но опять же, это же все работает именно от имени, если бы это был не Артемий Лебедев, никто бы у него баннеры не стал покупать в жизни никогда. Другой момент, на автономных блогах это все немножко по-другому, да, есть, кроме того, что есть баннеры, есть так называемая контекстная реклама, то есть все поисковики, ну, базовые, Google и Яндекс, они предоставляют возможность, ну, им же жить на что-то надо, они размещают рекламу, вы эту рекламу можете размещать у себя на сайте, да, у себя на странице блога можете размещать блоки рекламы, люди кликают по рекламе, вам идут деньги, это так называемая контекстная реклама, есть еще баннерная реклама, да, это то, что, ну, например, к вам пришли люди и говорят, парень, у тебя классный блок, давай мы разместим у тебя баннер, то есть вы им говорите, давай, цена будет такая-то, вот, вот место для баннера, ради бога, договорились, сколько он там будет висеть, месяц, неделю, и все, вы получаете деньги, да, но другой момент монетизации, это вот то, что произошло у меня, да, это вот услуги, когда я все это дело начинал, я про монетизацию в принципе не думал, и у меня как-то все это дело переросло в услуги, и я сейчас даже клиентов набираю, именно, у меня приходят люди с поиска, с моих статей, например, у меня на блоге есть статья про микроразметку, ну, это такая уже довольно узкая ниша, да, с нее у меня постоянно идут запросы, там, сколько будет стоить, как, чего, и, наверное, там вот за год, что у меня эта статья висит в поиске, там, в топе она висит, да, ну, уже, наверное, десятка-два людей-то уже стали клиентами, причем такими клиентами долгими, да, то есть сначала микроразметка, потом еще, потом еще, а потом пришли знакомые, а потом еще, ну, и вот так вот. ну, и третий момент в монетизации есть такая вещь, как партнерки, то есть, что такое партнерки, это партнерские программы, да, в строительстве это называется откаты, ну, так как я строительство, связано, но там это дело незаконно, потому что не всегда все это дело правильно делается, а в торговле это называется партнерские программы, когда вы приводите человека и вам за то, что вы привели, его платят какие-то деньги. Здесь то же самое, вы получаете свою партнерскую ссылку и если человек перешел по ней, купил какой-то товар, вы получаете за это какой-то процент, то есть если я говорю про себя, то например я использую партнерки каких-то интернет-магазинов, я разместил в статье ссылочку и по ней люди ходят, покупают, мне денежка капает, это вот такие базовые, конечно там все это опять же можно компилировать, все это можно между собой соединять, никто же не мешает, можно использовать и партнерки, и рекламу, и услуги еще на свете, способов монетизации на самом деле очень много, другой момент в количестве и в качестве всех этих способов, но это уже совершенно другая история. Вот собственно, что я хотел рассказать, что еще, осталось время на ваши вопросы, задавайте. что-то тишина какая-то. Наверное я слишком быстро, да, рассказал. Ну, в принципе смотрите, я оставлю свои контакты, да, даже на ссылках которых я есть, а на этих сайтах есть мои контакты, если вдруг чего, да, то есть я всегда готов. Единственное, если вы хотите, что я могу провести еще один вебинар, но опять же нужны вопросы от вас, невозможно рассказывать в пустоту, мы живем не в вакууме. Задавайте вопросы, задавайте вопросы. Алло, раз, два, три, как меня слышно, я прям начну с алло. Артем, я тебя тогда не отключаю, одновременно с тобой тогда сейчас немножечко здесь поговорим, пообщаемся. По поводу того, какой еще ляп один, ну не то чтобы ляп, это можно считать недостатком и вполне нормальным развитием событием, то, что у меня случилось с блогами. Дело в том, что блоги впервые я начала, первый свой блог я начала вести в 2010 году, если меня сейчас не изменяет память, и с того момента у меня есть три блога на разную тематику, они идут под разными доменными именами. И, соответственно, ни один из этих блогов нормально, в принципе, не ведется, о чем сегодня Артем и сказал. Почему такая множественность? Потому что все вы прекрасно понимаете, кто-то из вас, возможно, столкнулся это на личном опыте, что когда идет поиск себя, поиск того, на какую же тему вести блог и изучение вообще тематики, что такое блог, как его вести, какой контент интересен клиентам или мне самой, от чего я получаю удовольствие, вот этот поиск привел к тому, что у меня три блога. И только буквально полгода назад я остановилась, все-таки нашла то самое направление, о котором мне интересно писать, о котором мне интересно писать и рассказывать в захлеб. Но пока блог на эту тематику я не запускаю, потому что хочу определиться для себя наконец-таки, в каком же ключе это все будет идти. Поэтому можно считать это ляпом, а можно считать это поиском себя и обучением. Для чего я это подробно рассказываю? Потому что я знаю, что у нас в проекте есть люди, которые пока еще не определились с тем, как будет выглядеть сайт, о чем там писать, что там какие страницы. И из-за этого затягивается время с запуском. Можно запустить какой-то блог на какую-то тематику, одну из тех, которые вы для себя определили, для того, чтобы понять, что такое блог, как его вести. Если выбираете блог на площадке WordPress, то разобраться, как там работать в админке, что там есть, то есть с техническими моментами разобраться. Хотя бы просто посмотреть внутреннюю кухню. И только потом уже запускать какой-то серьезный сайт, вкладывать в него уже деньги, в создание, в дизайнерскую вертку и уже в продвижении его. Ну, это вот такие мои пять копеек в ту программу, которую сегодня развернули. И, Артем, я тогда тебе еще дальше передаю слово. Там, смотрю, вопросы появились. Да, вопросы появились. Ну, кстати, вот что касается поиска себя, тематики, ну, тут спорный вопрос на самом деле. Да, хорошо, когда у вас конкретная одна тематика, это супер, это очень хорошо под монетизацию делать, это очень хорошо собирать аудиторию. Но, опять же, это же не такой необязательный фактор. Например, у меня тот же самый блог, я же могу писать, это мой блог, я о чем хочу в него, то и пишу. У меня могут статьи перемежаться от буквально, ну, у меня еще такое хобби, да, я ножами занимаюсь, и поэтому я на блоге пишу обо всем. Я пишу, как сделать ПДФ, потом пишу, как заточить нож, потом пишу, что я вот добился этого и так далее. Это вот что касается Калины. Теперь контент начальника, да, вот Дамир, контент начальника сколько пишите одну статью по времени. Но, скажем так, долго, да, то есть, ну, у меня, опять же, у меня очень сложно у меня получается, во-первых, я с русским языком не очень хорошо дружу, да, у меня подбор слов именно в плане написания, да, когда говоришь это одно, когда пишет совершенно другое, и построение фраз у меня долго происходит. Но в среднем я знаю, что все блогеры в среднем пишут нормальную развернутую статью с картинками, с видео 4-6 часов. То есть, я статью пишу, могу писать два дня. То есть, я пописал, пописал, картинок пособирал, пособирал, все, меня заклинило, я ушел. Пришел на следующий день, написал, дописал, проверил, перепроверил, там, местами поменял фразы, да, там, картинки поменял, все, опубликовал. То есть, опять же, тут же начинается работа с аудиторией, да, то есть, люди начинают читать. Надо, опять же, когда уже есть аудитория сформирована, это такой момент. А так, конечно, можно статьи по-разному писать. Все это, все зависит от человека, от тематики, о том, что пишете. Ну, вот, кстати, вот Лилия пишет, оставил ощущение, что на блог надо очень времени, а результата не очень. Результат очень, но, опять же, надо понимать, блог – это работа. Да, то есть, если мы говорим про блог как визитную карточку, ну, да, вы можете написать туда одну статью в месяц, и все, и ждать результата еще года два, а потом закроется все это дело. И с блогом надо работать, так же, как с социальными сетями, так же, как с YouTube, так же, как… Да просто надо, да, вы же ходите там на работу, как с клиентами работать, то же самое блог. То есть, там постоянно требуется ваше присутствие. Ну, это не вопрос. Где берете крутые яркие картинки, незамыленные картинки? Ну, для этого есть фотостойки, это раз. Ну, например, я конкретно, я, у меня тематика такая, что я, в основном, скриншоты использую. То есть, беру скриншот, делаю экрана и размещаю. Что касается ножей, я там сам фотографирую, да. А так, фотостойки есть масса просто бесплатных фотостоков, если вы не хотите деньги тратить, где есть очень качественные картинки. То есть, это вот как раз, если вот что касается картинок, я вообще не рекомендую с поиска картинки какие-то брать и использовать на блоге. Да, это можно, но это не очень хорошо. Лучше купить на фотостойке, там картинка будет не сильно уникальная, но это будет ваша картинка. Вы всегда сможете сказать, что вот я купил и так далее. А, сколько источникам средний перерабатывает для одной статьи? Дамир вот задает. Для одной или для данной? Если для данной презентации, то это одно. Ну, для статьи вообще, смотря опять же, какая тематика, да. Если там некоторые журналисты, если пишут, то для одной статьи. Ну, по-разному, да, тоже. Если я пишу, например, про АПДФ, я могу целый день просто потратить на то, что я тестирую разные сервисы, да, или просто я про что-то пишу, я просто день трачу на разные сервисы, потом составляю себе какой-то черновик базовых вопросов, да, которые надо осветить, и только потом за статью сажу. И опять же, у меня потом в процессе написания там тоже свои замороки. Ну, то есть надо обрабатывать столько источников, если конкретно отвечать, да, сколько потребуется, чтобы ответить на вопрос. Вот и все. Это может быть один источник, это может быть просто ваш опыт, да, то есть вы его описываете, это может быть там два десятка источников. Если я, например, описываю какой-то сервис, ну, у меня есть такая, да, вещь, то есть обзор сервиса, то я могу на нем полазить, пролазить целый день, да, посмотреть такую функцию, всякую функцию, попробовать это, попробовать то. Еще вопросы есть? А, контакты, нужны контакты, в принципе, на сайтах, но могу выложить. Сейчас, одну секундочку. О, господи, где они? Мои контакты, почта и скайп. В чем содержается, отличается по содержанию видео и текстового блога? Ну, вообще есть разница, опять же, зависит от тематики. У меня там видеоблог такой, то есть это у меня не совсем видео, да, это скринкасты, так называемые, то что сейчас, грубо говоря, уроки, да, как сделать то, как сделать все. Но, вообще, разница большая в плане трудозатрат. То есть, если ведется видео, именно прямо видео, да, такое какое-то, там, ну, очень тяжело. Например, я одно видео могу именно, мне, например, написать статью тяжелее, проще, да, чем записать видео, потому что там говоришь, потом монтируешь, потом картинки рисуешь. Но это, опять же, когда я один. Если у вас какая-то команда или вы можете привлечь профессионалов, то это, конечно, будет проще. Но, опять же, там не сильно разница-то. То есть, если мы возьмем тот же самый вопрос, да, как засолить огурцы, то есть его же можно подать и в видео, а можно и подать и в тексте. То есть, вопрос только, как подать. То есть, в тексте вам понадобятся картинки каждой операции, да, то есть сначала вы моете огурцы, потом вы их там еще что-то делаете, потом стерилизуете банки, потом еще что-то. То есть, каждую операцию вам придется описать в тексте. В видео это все происходит быстрее. Вот и все. Например, там тоже самое видео на одну минуту, можно в тексте растянуть там на 3-4 тысячи символов. То есть, тут уже вопрос именно трудоемкости. Вот и все. А по содержанию, ну, они могут быть одинаковые. Просто, например, если говорить конкретно про меня, да, я специально под видеоканал, у меня есть как раз сайт vprus.ru. Это именно поддержка видеоканала. Потому что специфическая тематика, да, я пишу про WordPress, пишу какие-то вещи, которые связаны с кодингом. То есть, код. И код-то я не смогу никак показать на видео, да, это же все-таки некоторая текстовая часть. Поэтому я его размещаю на, ну, пишу статью просто-напросто, размещаю в ней видео и размещаю код, который я показывал, как использоваться в видео, да, например. Но чаще всего делают наоборот. То есть, чаще всего делают блок, открывают блок на WordPress и к нему уже как в поддержку канал открывают на YouTube или на Vimeo там уже. Там у них свои нюансы ваши в этих сервисах. Но так, обычно так делают. Ну что, все вроде, вопросов больше нет. А, на соцсети, да, скинуть ссылки. Ну, еще бы вспомнить, какие у меня тут ссылки на соцсетях. Сейчас, один момент. Так. Вот VK на Facebook не даю. Я там практически не бываю. Найти меня там бесполезно. То есть, в VK я постоянно тусуюсь. Ну и вот Google+. Подписывайтесь. Френдитесь, как это говорится, да. Будем общаться. Есть технические вопросы. В принципе, пишите. Обсудим все. Ну что, все вроде? Калина, вроде все? А, ну давай. Да, Артем, спасибо большое. Такой достаточно объемный материал. Много технических моментов. Те, у кого уже есть сайты, ну, что-то для себя вынесли конструктивное. У кого сайтов еще нет, я думаю, загрузились и отметили для себя моменты, над которыми надо поработать. По поводу замечания Лили, что критика в мой адрес прозвучала и это не совсем понравилось, не знаю. Я считаю, что конструктивная критика, она всегда должна быть. И если в нашем окружении нет людей, которые способны эту конструктивную критику дать, то как же можно развиваться? Поэтому сегодня прозвучали ошибки, вот, в частности, мои ошибки при ведении блогов. Посмотрите, смоделируйте это на себя, есть ли у вас такие ошибки, в частности, по постоянству ведения блога и по наполнению блога контентом и по интересности его для ваших читателей. И давайте вместе с вами развивать свои направления именно в блоговом, в ведении блогов, как это сказать, более успешно. У вас будут вопросы, сейчас вы написали, что переваривайте, у вас будут вопросы конкретно по вашим блогам, когда вы их запустите или когда начнете менять уже в ваших существующих блогах какие-то инструменты, начнете применять это на практике. Такое предложение, если потребуется еще один вебинар от Артема, давайте мы с вами поступим так, все вопросы по теме блогов, по техническим моментам, вы пишете конкретно Артему напрямую по тем контактам, которые он вам оставил, и Артем уже по массовости запросов сам примет решение о проведении вебинара. Итак, сейчас вопросов, если нет, поставьте нолики в чат, и это будет команда для того, чтобы нам завершать уже наш сегодняшний каст. По домашним заданиям к этому касту ничего не будет такого обязательного, единственное, что просто посмотреть, присмотреться к своим блогам и усилить те положительные моменты, которые у вас есть, и докрутить те минусы, которые имеются. Я буду учиться и докручивать вместе с вами. Да, всем удачи, до связи в следующем касте. Завтра, кстати, сразу же сделаю анонс, завтра у нас еще один каст, который посвящен теме, как давать качественный контент, как писать статьи, откуда брать вдохновение, и как правильно выстраивать структуру своих статей, чтобы они были интересные, вкусные для вашего читателя. Итак, с вами была Калина Яркина, с вами был Артем Апрамович. Калина, тут вопрос, идеальный блог. Конечно, идеальный блог тут сложно сказать, но я сейчас дам блог как раз своего товарища. Все зависит от тематики, поймите, то есть нельзя сделать идеальный блог, можно его приблизить к идеалу. Но вот именно вот этот блог, я считаю, что вот именно подача на нем, подача контента, подача материала и работа с аудиторией сделана именно так, как это вот все требуется, как надо делать. То есть читайте, смотрите, я с вами прощаюсь, всем пока.